Привет, меня зовут Маша, и я работаю программистом-математиком. Вообще, я родом из Уфы, переехала в Москву около 10 лет назад, когда поступила в путь от общей прикладной физики. Там я защитила бакалаврский диплом и решила потом пойти на программу двеных дипломов в скалтех и физтех. Там я защитила магистрскую и решила немножко сменить род деятельности в том смысле, что я пошла в аспирантуру на патентное право. Параллельно, как раз я устроилась на работу в компанию, где я сейчас работаю, мне попросили помочь в одном проекте, сделать алгоритм, там тоже заняться математикой. Я поняла, что там я развиваюсь намного быстрее, намного лучше и в том направлении, в котором мне действительно нравится. Я подумала, зачем я буду тратить время на аспирантуру, а лучше углублюсь в то, что мне больше нравится. Соответственно, там сейчас я и работаю. У меня есть несколько проектов. В одном проекте я пишу бакэнд, это в школе киберспорта UpSkill у нас есть. И второй проект я делаю матчмейкинг, это уже больше математики. Моя самая первая работа, это я продавала шарики на набережной, когда была в 10 классе. В институте я начала работать со второго курса, потому что не хотела финансово родителей напрягать. Я тогда танцевала в группе поддержки, мне позвали работать видеооператором. Я снимала лекции, всякие научные конференции. Потом мне также предложили той же организации работать что-то типа копирайтером. Я переписывала всякие олимпиадные задачки в властьях. Параллельно, когда я училась в институте, я проходила стажировку в Параллелс летнюю, там буквально месяца два было, писала на С++. Также я работала, не вспомню название организации на самом деле, какая-то государственная организация, которая занимается повышением квалификации учителей. Я делала им онлайн-курсы. В Америку я ездила на лето. В Лос-Аламес, как раз вот когда писала научную работу свою, у меня ждал бакалавровским магистрским дипломом. Это очень большая лаборатория, там у них коллайдер есть, то есть там получается город, это просто весь состоит, собственно, из лаборатории. Я вообще всю жизнь занимаюсь спортом, лет с пяти, наверное. В основном я занималась лыжными гонками 10 лет профессионально. В один из моментов я получила перелом. Было очень обидно, я подумала, что, наверное, это знак, и я, наверное, углублюсь все-таки лучше в учебу. И, соответственно, на этой теме я решила совместить приятное с полезным. Я уже тогда как раз работала программистом. Я решила написать сайт, где будут все забеги по всему миру, потому что не было нормального агрегатора. Я знала это на своей практике, потому что сама постоянно искала забеги какие-нибудь интересные. И параллельно решила организовать соревнования по планке, потому что я любила очень это упражнение. Соответственно, вот в World Class'е в Москва-Сити проводила соревнования по планке. Потом ездила в Милан на полумарафон, по-моему, и там тоже на забеге проводила соревнования по планке. У меня есть близкая подруга, она визажист. Она всегда хотела открыть салон красоты, а я всегда хотела свой бизнес, и мы решили объединиться и попробовать себя в этой сфере. Мы открыли в Москва-Сити салон красоты, вот торгово-пешеходном мосту Бакратион. Называется салон Аурум. Я выступаю скорее в роли как гендиректора управляющего. Та подруга моя, она занимается уже работой с мастерами, она сама мастер. Я самоучка, и я понимала, что все, что я знаю, я знаю только потому, что мне это было нужно. Обучалась путем гугления, как говорится. Я понимала, что есть какие-то пробелы, причем, возможно, эти пробелы могли быть даже в каких-то базовых вещах, просто потому что мне это было не нужно, я это не знаю. Я решила заполнить пробелы, посмотреть вообще, они у меня есть или нет, и, соответственно, взяла на несколько курсов на гигбрейнсе, мне очень понравились преподаватели. Я брала курс по PHP, два курса, по-моему, начальный и продвинутый. Я брала курс по React.js, Node.js, по базам данных, по киберспорту, большой 7-месячный курс я брала, ну просто чтобы быть в теме на самом деле, потому что я работаю с киберспортом, сама не играю, но представление имею, но хотелось иметь прям большее представление, чтобы вникать вообще в что, как происходит. По-моему, мне реклама ВКонтакте попалась. И я зашла, просто, по-моему, кликнула, посмотрела, такая, думаю, ну ладно, но запомнила, что что-то такое есть. Потом мне нужно было научиться пользоваться ГИТом, и я такая, думаю, о, посмотрю, может быть, там есть какой-нибудь курс, и как раз он был бесплатный, потому что я не очень доверяла онлайн-образованию, думаю, зачем заплатить, если можно в интернете все найти. И я посмотрела, мне очень понравилось то, что там был преподаватель, прям по полочкам все разложил очень быстро, я там буквально за часа два все поняла мне, вот все, что мне нужно было, получила. Вот, мне это очень понравилось. Я такая подумала, что почему бы и не заплатить за какой-нибудь курс, потому что, во-первых, я очень хорошо познакомилась с Node.js и React.js. Я тогда, скажем, не работала на этих языках, но я понимала, что они мне пригодятся. Это мне очень помогло, потому что в голове структуру какую-то навести очень... У меня еще был такой спортивный интерес, потому что там на каждом уроке разбирались домашние работы, лучшие домашние работы. Мне, конечно же, хотелось, чтобы у меня была лучшая домашняя работа, чтобы ее разобрали на уроке. И да, у меня получалось, и мои работы разбирали почти каждый урок. Когда я брала курсы по React.js и Node.js, я понимала, что они мне пригодятся, но на тот момент я с этими языками не работала. Но курс по PHP мне помог понять, что, в принципе, я уже все это знала, но я не пожалела, что взяла курс, потому что у меня появилась больше уверенности в себе, что я смогла сама научиться довольно качественно написать код на PHP. Книгу, кстати, я тоже написала по рекламе ВКонтакте, там был курс на месяц, интенсив. Книгу я написала просто для интереса, потому что у меня за жизнь накопилось очень много историй, когда я путешествовала в той же Америке, в Европе. У меня постоянно что-то происходило, и я подумала, что почему бы не написать книгу, чтобы это не забыть. Пока я помню все детали, интересно будет, может быть, моим детям читать, родителям. Наверное, начинающим программистам я бы отдала совет не бояться, потому что обязательно все получится, просто нужно, скажем, практиковаться, очень много практиковаться, и в учебе будет, мне кажется, получаться все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!